Но это во вторник. Так, а про, значит так, я говорю про курс истории США. Сегодня я, вопреки обещаниям дойти до Второй мировой войны, перекроюсь. К сожалению, я понял точно, что я не уложусь. Существует несколько обстоятельств. Значит, во-первых, 20-е годы, историю Соединенных Штатов в 20-е годы у нас знают очень плохо. Это сделал несколько экспресс-опросов небольших среди знакомых. Оказалось, да. То есть 20-е годы это очень серьезный провал. Как я тогда говорил про начало 19-го века, который никто не знает, так и 20-е годы 20-го века. Поэтому нужно несколько более подробно на этом остановиться. Во-вторых, слишком много процессов, которые определяли мир в течение 20-го века и определяют сейчас, в том числе идеологических, экономических, социокультурных, заложились в 20-е годы. То есть это годы очень важные для понимания современного общества, особенно массовой культуры. Значит, в-третьих, очень много аналогий современного экономического развития России с 20-ми годами в Соединенных Штатах Америки. То есть они настолько прямые, они настолько бросаются в глаза, что тоже стоит про 20-е годы поговорить несколько более подробно. Потом 20-е годы, то есть аэропросперити, Великая Депрессия и Эпоха Нового Курса Рузвельта. Это три огромных темы, то есть три очень важных периода. Как показала практика, три серьезных периода в течение двух часов затронуть нельзя. Поэтому мы сегодня берем только два периода и доходим до 33-го года, ну до выборов 32-го года, то есть до вступления в должность президента Рузвельта. И в следующий раз, я боюсь, что точно так же от предыдущих планов придется сократить, потому что точно такой же экспресс-опрос уже провел. Очень людей интересует новый курс и очень плохо знает историю Второй мировой войны с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Более того, эта тема становится очень актуальной, там очень много накапливается мифов, а с другой стороны много мифов старых сохраняется. Вот, то есть, поэтому придется про нелюбимую мной военную историю, я не очень люблю военную историю, все-таки поговорить. Более подробно и про новый курс Рузвельта, который я тоже на самом деле не очень доведливаю. Именно этот период мне настолько интересен, но про него поговорим как раз в следующий год, под новый год, через две недели. А сегодня у нас, вопреки даже названию, не между двумя мировыми войнами, а получается Вэру Просперити и в период Великой Депрессии. Значит, окончательно я решение принял о том, что будет срок уменьшен, когда уже сделал весь блок посвященный демографии. Но, с другой стороны, это логично, в следующий раз мы демографию затрагивать не будем вообще. Вот, то есть, будет возможность как раз поговорить нормально про новые курсы, про Вторую мировую войну. Поэтому сейчас мы будем говорить о демографии 20-х и 30-х годов, то есть до 40-го года. А потом, соответственно, о ленингах событий и особенно о некоторых идеологических форматах, уже применитые только к 20-м годам из Великой Депрессии. Так, значит, вот три таких маленьких загадки. Значит, с чем эти годы ассоциируются у вас в первую очередь? Только имейте в виду, что все-таки они будут в какой-то степени связаны с Соединенными Штатами. То есть это событие не на территории Соединенных Штатов, но в мире. Какие годы? А, 22-й, 26-й, 29-й период и период 29-го-33-го. 22-й там ЕНС конференция какая-то была? Ну, для Соединенных Штатов она не важна. США к тому времени вернулся в неоизоляционизм, они там не участвовали. Иропальская была конференция. Зато в 22-м году в Европе произошло два очень важных события, которые увеличили и, наоборот, уменьшили миграционные потоки в Соединенные Штаты. Это очень важно. Кто может предположить, что было в 22-м году, вспомните. А война окончилась, и нужны были трудовые ресурсы, все удобные? Нет, Испанка это все-таки в 18-м, 19-м, 20-м году закончилась окончательно. Советский Союз? Советский Союз тоже, это тоже 22-й год, конечно. В Советском Союзе было очень много событий, процесс права КСР, вообще-то для истории Советского Союза переломный год. Но все-таки США и Советский Союз не настолько. В 22-м году Соединенное Королевство дает независимость Ирландии доминиону ирландскому, то есть свободное ирландское государство формируется, и эмиграция из Ирландии в Соединенные Штаты несколько уменьшается. Это сразу заметно становится. Несмотря на то, что там квотирование в 20-е годы было мигрантов, мы про это поговорим, оно было не настолько жестким. И в 22-м году приходят власти Муссолини в Италии, то есть это марш, и количество желающих уехать в Соединенные Штаты итальянцев очень сильно увеличилось. И действительно, в 20-е годы Италия была самая проблемная с точки зрения квотирования миграции страна, то есть там было желающих гораздо больше, чем Соединенные Штаты в тот момент позволяли это сделать. То есть отчасти в этом была винована и политика Муссолини в 20-е годы, которая на самом деле проводила очень сложную корпоративистскую политику, которая, в общем, приводила к выталкиванию очень многих людей из экономических процессов. Это не только политические причины. 29-й и 33-й это, конечно, Великая депрессия. Просто это то, что перевернуло весь мир в тот момент, поэтому она сюда вынесена. А кто может предположить, в 26-м, 29-м, что было такое к югу Соединенных Штатов? Пилсутский в 26-м году. А еще был переворот Валдемара Саблитве. В 26-м, 29-м году была так называемая война Кристера, то есть гражданская война в Мексике. Четверть миллиона мигрантов, беженцев на территории Соединенных Штатов и очень жесткое отношение Соединенных Штатов к Мексике вновь. Они вроде как успокоились после Мексиканской революции, начали контакты с Абригоном и с Элиасом Калисом устанавливать. Но вот эта война с очень жестким преследованием католической церкви, в общем, неприятно на нее реагировало американское правительство, они были этим весьма недовольны. Ну, про это два слова еще спрашивают. Так, ну, вот, соответственно, фигуры Муссалине. Это Гарре Форс, или что я думаю. Гуэр, Герберт Гуэр, президент Соединенных Штатов в эпохе Великой Депрессии. Это Элиас Калис, президент Мексики, один из самых жестоких в истории страны. Ну, и Эмон де Валера, это президент Ирландии, вообще основатель Ирландского государства, один из самых террористов, естественно, вот, то есть очень известная фигура. Вот, для Ирландии. И очень долгую политическую карьеру человек составил. Он умер в возрасте 90 с лишним лет, около 70-го года, и до начала 60-х годов, в общем-то, он ирландскую политику во многом определял. То есть, в 20-е годы мир, после Первой мировой войны, очень серьезно перестраивается, происходит очень много процессов, в том числе, связанных, в первую очередь, с ультраправыми режимами, которые приходят в Европе. Соединенные Штаты в 20-е годы этого избежали на 100%, думаю, даже близко ничего подобного нет. Про американский фашизм мы поговорим, но в следующий раз. Сегодня мы не говорим про ультраправые движения, кроме Кукулсклана, и не говорим про американский социализм. Их, про них будем говорить, применительно к 30-м годам. Значит, в верхнем правом углу, это фотография американских солдат, маршрующих во Владивостоке. То есть, Соединенные Штаты участвовали напрямую в интервенции, и масштабы были довольно велики, то есть, несколько десятков тысяч человек. Напомню, что вообще в Первой мировой войне, а интервенцию в Советскую Россию воспринимали как часть Первой мировой войны, и никто по-другому даже на это не смотрел, вообще участвовало около 4-х миллионов американцев. Максимальную численность американской армии достигла в 18-м году и составляла больше миллиона человек, но они частую ротацию проводили. Больше 100 тысяч человек погибло в Первой мировой войне, и осталось огромное количество ветеранов. Так как весь период истории Соединенных Штатов, начиная с середины 19-го века, поддержка ветеранов американским правительством была одной из основных задач федерального правительства. это возложило на американское правительство, на американскую администрацию, очень много дополнительных нагрузок. Ну, здесь там пивной путь, этот марш на Рим, Муссалин и так далее. Значит, еще американский президент Вудро Вильсон, про которого мы говорили в прошлый раз, один из, наверное, действительно самых ярких и значимых американских президентов, не только для американской, но и для мировой истории. Человек, который в большей степени, чем кто-либо, установил послевоенный порядок в мире, то есть Версальско-Вашингтонская система, которую принято называть не только в советской историографии, как многие думают, это довольно устоявшийся международный термин. То есть фотографию внизу, ее не очень хорошо видно, но она, в общем, всегда была приятная. Здесь четыре человека, которые, собственно, определяют будущее мира. Дэвид Ллойд Джордж, премьер Италии Орландо, ну, как раз мне неизвестен, Джордж Климансо, и Вудро Вильсон, американский президент, то есть французский и американский президент, премьер-министр Северного коррекции, премьер-министр Истальянского коррекции. Значит, несколько карт, на которых указаны результаты, как раз, Версальского, Триамонского, Северского мира, Северский мир так и не был утвержден, по разделу проигравших стран. То есть была создана Лига наций, которая должна была выполнять функции определенного арбитража между всеми странами, и самое серьезное, что Лига наций могла сделать, она могла определять мандаты по управлению зависимыми территориями. То есть после Первой мировой войны было сформировано несколько мандатов. Здесь их плохо видно, но они, ну, карта, вы видите, меня потом слайды дуража можно посмотреть. Значит, бывшие германские колонии были отданы европейским державам. Что самое интересное, здесь стоит Гудро Вильсон, который определял в большей степени, чем кто-либо, послевоенное устройство мира, однако после 21-го года Соединенных Штатов во всех этих процессах не существует. Соединенные Штаты после 21-го года последний раз в своей истории решили, что они придерживаются политики изминициализма. То есть все 20-е годы у Соединенных Штатов практически нет внешней политики в значительной степени. Есть только, я имею в виду, в соответствии с доктриной Монро за пределами Старого Света. В пределах Старого Света они по-прежнему присутствуют на Кубе, присутствуют на Пуэрт-Арике. Это две зависитые от Соединенных Штатов страны, по сути, оккупированные территории. В течение большей части 20-х годов Соединенные Штаты оккупируют Никарагуру. Также Соединенные Штаты владеют бывшей датской мест Индии, то есть это то, что сейчас называется Виргинские Американские острова. Американские Виргинские острова. Также Соединенные Штаты владеют некоторыми территориями в Тихом океане, то есть кроме Гавайев, я имею в виду, то есть это Гуам и Восточная Самоа, которые до сих пор являются американскими территориями. Самое главное, Соединенные Штаты владеют огромные по численности населения и по площади колоний в Азии, это Филиппины. И в значительной части Тихого океана американский флот это самая значительная военная сила. Более того, по послевоенному устройству устанавливаются нормативы соответствия флотов разных стран мира. На каждые 5 бруторегистровых тонн военного корабля Соединенных Штатов приходится 5 тонн британских, 3 японских и 1,75 французских и итальянских. То есть американский флот равен флоту Британской империи, более чем в полтора раза превышает флот Японской империи и в два с лишним раза превышает флоты Франции и Италии. То есть это одна из самых мощных военных тем не менее в 20-е годы американского флота тоже в мировой политике не присутствует. То есть они модернизируют, строят новые модели кораблей. Вообще американское кораблестроение начала 20-го века это очень интересно. Там вот эти только серии броненосцев, дренолтов, потом уже линкоров настоящих. То есть до 50-х годов это очень интересно. Вот. Но тем не менее. Значит два слова про события в Мексике чтобы понимать в чем дело. значит в 26-м году в 25-м году Абригон Абригона сменяет на посту президента Мексики Эли Аскайес. Человек с ну как бы сейчас сказали с фашистскими взглядами. Конечно он себя фашистом не называл. То есть он был свой термин для этого я забыл как называется. Вот он действительно с уважением относился к Муссолини. Он был сторонником карапартилизма и он соответственно считал что государство должно контролировать все сферы жизни страны. Самая главная позиция для себя он считал католическую церковь. Поэтому были приняты очень жесткие законы которые по сути не просто там отделяли школу от церкви либо государство от церкви. они по сути запрещали богослужение. Это было насилие которого в общем-то до этого за пределами советской России даже близко нигде ни в одной стране мира не видели. То есть причем как это водится в странах Латинской Америки сопровождалась реализация этого закона в том числе и произволом это не было не просто жесткое выполнение тоталитарного закона просто приходили люди и стреляли в священников ведущих службу в прихожан разрушали церкви. В общем поднялось огромное восстание воевали несколько сотен тысяч человек в течение трех лет погибло со стороны правительственных войск по крайней мере 50 тысяч человек со стороны Кристерос как они себя называли это была тоже полноценная армия очень значительная часть офицеров федеральной армии перешли на сторону Кристероса генералов даже погибло по крайней мере 30 тысяч человек значит минимум четверть миллиона мирных жителей погибло которые вообще не комбатанты это напрямую от оружия то есть это не какие-нибудь там потери от эпидемии или еще от чего-то и минимум четверть миллиона стали беженцами на территорию Соединенных Штатов до этого никогда Соединенные Штаты не получали такого количества именно беженцев то есть это всегда была целенаправленная трудовая миграция то есть сейчас это мексиканцы которые просто ринулись бежать от этой войны значит война закончилась победой Калиса после этого в Мексике на еще по крайней мере 10 лет до 35 года практически не существовало каких-либо публичных церковных процессов то есть все было в подполье это очень серьезная страница истории Мексики после этого особенно удивительно становится как в 60-е 70-е 80-е годы 90% населения Мексики регулярно ходило на службу потом в церкви это вообще отдельная история но Соединенные Штаты после этого от Мексики на какое-то время закрылись и единственное что требовали чтобы мексиканцы не трогали собственность американским корпорациям на территории Мексики надо отдать должное качеству он не стремился этого добиться то есть в основном все заканчивалось территорией американской войны по этому блоку вопросов же нет я думаю как всегда есть а чем он руководствовал закалив когда не обострял отношения с Соединенными Штатами десантом Веракрус например да или просто переходом американских войск границ мексиканская вся мексиканская история после 45-49 годов 1800 я имею предупреждение мексиканской войны когда Уинфред вскор прошел маршем по всем улицам столицы Мексики Мехико а в американском сенате предлагали принести вообще столицу Соединенных Штатов Мексики несколько сенаторов то есть были такие проекты после этого восстановление очень долгое восстановление мексиканской государственности в общем происходить проходило под страхом большого северного соседа ну и тем более что к этому моменту уже население в Мексике очень значительно уступало населению Средневостных штатов еще вопрос если позвольте а Илья Давидович в какое время там натурализовался так по-моему так когда он из Советского Союза 29 29 его выбросили по-моему он с 32 года в Мексике если я не скажу он какое-то время в Европе да 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 там Норвегия еще где-то было нет еще где-то в Норвегии потом еще где-то начальник он в Турции был потом Норвегия с сыном Львом Сидоровым а может быть Турция потом Норвегия Турция какой-то убили его вообще в 40 году так что это еще за пределами в Мексике он был не в этот период то есть в 30 год значит демография вверху две столбочных диаграммки то есть видно насколько выросло население Соединенных Штатов Америки то есть оно выросло за 20 лет не настолько быстро как было за предыдущие периоды то есть если мы наложим тренд предыдущих периодов то было бы наверное еще процентов на 10 второй столбик выше это связано с жестким ограничением миграции в 20-е годы про это отдельно поговорим но красный состав населения США никак практически не поменялся по-прежнему то что красный цвет в высокочной диаграмме это белые то есть по-прежнему Америка была страной белых большинство мигрантов были белые латиноамериканское население тогда наконец-то к 40-ому году начали учитывать не только мексиканцев но и всех латиноамериканцев в отдельном этнорасовом разделе то есть с миллиона 200 тысяч до 2 миллионов увеличилось количество латиноамериканцев не так уж и много тем более что по крайней мере четверть миллиона из них это были беженцы плюс потомки наверное беженцев и так далее значит афроамериканское население выросло незначительно с 10 до 12 миллионов и доля в американском населении даже уменьшилась численность индейцев практически не менялась численность азиатов до 30-го года росло после 30-го года уже во время великой депрессии вообще запретили въезд из любой азиатской страны там было наложено очень существенное ограничение вот и доля численность азиатов в соединенных штатах даже уменьшилась уменьшилась из-за ассимиляции то есть люди при межрасовых браках через какое-то время себя чаще идентифицировали с более престижной расовой группой то есть белой что важно иметь ввиду при американской демократической статистике когда выделяют латиноамериканцев то есть испаник то это не расовая предупрежность то есть у них принято выделять несколько раз в американской демографии причем как раз в 20-30-е годы эта система окончательно складывалась значит во-первых это белые во-вторых это афроамериканцы в-третьих это индейцы и коренное население аляски такая категория то есть эскимосы алимуты в-четвертых это гавайцы и жители тихоокеанских островов и в-пятых это азиат значит пять расовых групп а отдельно идет категория жителей Соединенных Штатов с родным языком испанским и они могут принадлежать красным расам то есть когда я часто просто встречался с ошибкой когда берут просто и минусуют из белых не все латиноамериканцы идентифицируют себя как белые поэрториканцы для них родной язык испанский но они идентифицируют себя как афроамериканцы то есть как черный это исторически так сложилось некоторые группы филипинского населения которые говорили на испанском языке еще в середине 20 века тоже идентифицировали себя как испаноязычные и как азиаты то есть там есть есть небольшие группы индейцев которые точно так же себя идентифицируют. Есть определенная особенность, поэтому там никак не годится прямая арифметика, поэтому очень осторожно, если вдруг придется рассчитывать. Но к 40-м году 116 миллионов белых и всего 2 миллиона из налоги на американцев, то есть это белая страна. Что касается различных американских территорий, мы, как обычно, поверхностно, потом на слайдах, кому интересно, можно статистику посмотреть. Новая Англия за 20 лет население, конечно, выросло, но доля населения Соединенных Штатов падает. Если посмотреть на население конкретных штатов, то существенно растет население только одного единственного штата, штата Массачусетс, столица которого является Бостру. Причем Массачусетс это первый штат в Соединенных Штатах, где стало преобладать католическое население. То есть огромная итальянская, ирландская, немецкая, католическая, южно-немецкая миграция просто изменила демографию этого штата. Если в середине еще 19-го века это был один из главных протестантских штатов, то есть наследник той самой пуританской этики, то к началу 20-го века это стал главным католическим, ирландским главным, одним из главных итальянских штатов и так далее. И именно в него значительная часть мигрантов, которые ехали в Новый Англию и приезжали. Сам по себе Бостон практически не увеличил своего населения. То есть это следствие Великой депрессии. То есть если в 2020 году здесь было 748 тысяч, то в Саратове 770, то есть буквально на несколько десятков тысяч. И надо учитывать еще, что это первый город в Соединенных Штатах Америки. Бостон вообще самый прогрессивный город США практически во всей истории. Если там начинаются какие-то процессы, они через 10-20-30 лет распространяются на другие американские города. Бостон это первый город, в котором начались процессы субурбанизации. Про субурбанизацию мы будем довести в следующих лекциях. Но именно в Бостоне впервые стали, особенно состоятельные жители города, переезжать в пригороды. И вокруг Бостона сформируется мощная агломерация. Причем в отличие от Нью-Йоркской агломерации, она формируется не по принципу создания крупных промышленных центров в пригородах Нью-Йорка на территории даже соседних штатов. Нет, это территория для проживания. То есть именно субурбанизационные процессы. То есть агломерация через субурбанизацию это путь Бостона, который потом стал характерным для всех американцев. Больше здесь крупных городов не было. И даже Бостон по населению откатился с седьмой на девятое место. В штатах среднеатлантических доля населения оставалась практически такой же, как и была. То есть за эти 20 лет доля населения этих штатов не изменилась. Однако, если мы посмотрим на конкретные штаты, то если доля штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, то есть это Нью-Йоркская агломерация, увеличилась. То есть в город приезжало столько людей, вернее из города уезжало гораздо меньше людей, чем поступало на других гражданах. Напомню, что в начале 20 века 60-70 процентов Нью-Йорка были люди, которые не родились на территории Соединенных Штатов. Это были вчерашние иностранцы. И для Нью-Йорка это стало в еще большей степени характерно. А вот население Пенсильвании стало уменьшаться. В смысле не стало уменьшаться, а ее доля стала уменьшаться. То есть Филадельфия стала тормозить в своем развитии. Вот это по-прежнему один из крупнейших городов Соединенных Штатов. Это третье увеличение город. Как бы, так и остается. Но если население Филадельфии увеличилось за 20 лет всего на 100 тысяч человек, то есть было миллион восемьсот, стало миллион девятьсот, то население Нью-Йорка увеличилось на два миллиона. Было пять с половиной, стало семь с половиной. И это, конечно, гигантский город. То есть это, конечно, феноменально. Там будет сравнение с другими городами мира через какое-то время. Я еще это подчеркну. Да, и здесь еще один крупный город есть Питтсбург. И население Питтсбурга тоже заметило свой рост. Питтсбург на тот момент был главной угольной столицы Соединенных Штатов. Это была главная база Карнеги Кампани. Второй металлургический центр складовался в районе Нигерри, то есть около Чикаго. И там уже была United States & Company, то есть две крупнейших американских корпорации, которые как раз самую металлургическую проверивали. Уольные корпорации там были немножко другие. Значит, что касается Юга Среднеатлантического, то эта территория сохраняла свою долю населения здесь. Но если мы посмотрим на население конкретных штатов, то в первую очередь за счет штата Западная Вирджиния, которая как раз переживала в 20-е годы пик своего развития. После этого Западная Вирджиния только деградировала. Это сейчас самый проблемный штат Соединенных Штатов. На Западную Вирджинию тратится самое большое количество дотаций на душу населения, но в тот момент это один из самых динамично развивающихся штатов. То есть там уголь в огромных количествах, там быстрорастущие, огромное количество небольших, быстрорастущих городов. Здесь по-прежнему один из крупнейших американских городов Балтимор. В нем под миллион человек, 850 тысяч в 1940 году. Но как раз после 1940 года Балтимор практически перестает расти. И если посмотрим еще расовую демографию, то доля афроамериканского населения здесь уменьшается. То есть отсюда афроамериканцы начинают уезжать на север. Это так называемая Великая Миграция. Но про Великую Миграцию мы поговорим все-таки в следующий период, когда она достигает определенного пика. То есть что касается Южно-Атлантических Штатов, то есть вот этого вот старого Южно-Атлантического Юга, то доля населения этих штатов увеличилась. Но, опять же, если мы посмотрим на население конкретных штатов, то единственной причиной существенного увеличения здесь населения остается штат Флорида. Население Флориды увеличилось в два раза. В 20-е годы это именно тот период, когда американцы осознали, что Флорида это не болото, а Флорида это пляж. И Флорида становится одним из главных туристических районов Соединенных Штатов. Здесь складывается мгновенно, буквально за несколько лет, мощнейшая туристическая инфраструктура. Появляются и Майами, и Джексон-Виллы, и Тампа, и Сент-Питерсберг, и Орландо. Ну, Орландо тогда еще маленький городок, а Форт Лудер-Дейл, вот эти вот все прибрежные центры ориентируются на туризм. Правда, надо сказать, что в то время туризм это скорее привеликий только верхнего класса американского общества, а он очень невысок, но, тем не менее, для обслуживания сюда приезжало гигантское количество людей, вот население этого штата увеличилось в два раза. Население остальных штатов растет очень медленно, и доля этих штатов уменьшается. Они остаются аграрными, они остаются сельскими и достаточно проблемными, особенно в период культурной прессии. Да, и доля американцев здесь уменьшается, причем очень существенно. Если в Южной Каролине в 2020 году больше половины населения были негрой, то через 20 лет всего 40%. Это связано не с расовым смешением, это связано не с миграцией, сюда очень мало едет мигрантов, это связано с тем, что значительная часть афроамериканского населения просто уезжает на землю. Ну, потому что им там, по крайней мере, некомфортно, потому что суды и прочее и прочее. Что касается глубокого юга, значит, население глубокого юга точно так же сохраняет свой уровень населения. Здесь темпы роста примерно равномерные по всем штатам, никакой никуда не преобладает. В общем, и доля афроамериканского населения тоже уменьшается, хотя и не такими быстрыми темпами. За 20 лет буквально несколько процентов, но тем не менее. Что в предыдущей территории, что в этой нет ни одного крупнейшего американского города. Это тоже огромная территория. А вот при Озюрье это очень интересно. То есть, во-первых, сохраняют свою долю населения Соединенных Штатов. Во-вторых, огромными темпами продолжает арстить Чикаго. То есть, если 2 миллиона 700 тысяч в 20-м году, то 3 миллиона 400 тысяч в 40-м году. Это по-прежнему второе увеличение города Соединенных Штатов. Он еще долго будет оставаться. Очень сильно вырос Детройт. От 1 миллиона до 1 миллиона 600 тысяч. Он тоже по-прежнему четвертое увеличение города. И здесь еще находится один крупнейший город, это Криплин, в котором население приближается к миллиону человек. Так, кстати, миллиона и не достигнет. Детройт – это автомобильная столица. Чикаго – это главный деловой экономический центр всего Среднего Запада. И Криплин – это мощнейший металлургический транспортный узел на берегу озера Эль. Доля афроамериканского населения здесь увеличивается существенно. Если вы до конца не видите разницы, например, между 3, 2 и 4, 9, то посмотрите, насколько выросло население Огайо. Если 3% от 5 миллионов – это 150 тысяч, то 5% от 7 миллионов – это 350 тысяч. То есть 200 тысяч афроамериканцев переселилось только в штат Огайо. То есть Цинциннатик, Климленд и другие промышленные центры, Каламбус, Талида, Янгстаун – в них приезжает довольно большое количество инорасового населения с низким уровнем образования, что, в общем-то, способствует тому, что они концентрируются в определенных районах города. И именно тогда закладываются вот эти вот проблемы расового разграничения и разного уровня жизни разных районов города на Среднем Западе. И я напомню, что именно вот в этом районе находятся почти все города так называемого «Американского ржавого пояса», то есть основные проблемные центры современной Америки организированы. Великие равнины. Великие равнины испытывают кризис. Особенно это заметно, например, по северным, чисто фермерским штатам, северная и южная Дахота. Здесь население практически не меняется за 20 лет. Более того, здесь нет промежуточного 30-го года. Так, здесь 20-й и 40-й. Внизу написал тоже 20-й, это 40-й год. Есть еще промежуточный 30-й год. С 20-го по 30-й население этих штатов растет, с 30-го года начинает уменьшаться. Большинство разорившихся американских фермеров проживает на территории Великих равнин. Здесь в основном были мелкие фермеры, которые вели мелкотоварное узкоспециализированное хозяйство. Северо-запад и юго-запад этой территории, вот такие полукружие, если провести, это пшеничные пояса. А с востока вот так клином вторгается кукурузный пояс. То есть в центральной части этой территории фермеры специализируются на кукурузе, на севере, на юге, на пшенице. И получается, в случае падения цен на конкретную продукцию, многие фермеры, особенно мелкие, не имеющие техники, просто-напросто разоряются. Что и происходило? Разорялись такими этапами, что даже унижали. То есть за 30-е годы южная северная дохода потеряла 7-8% населения. Несмотря на довольно высокий прирост. То есть рождаемость в Соединенных Штатах высокая, а смертность к тому времени уже была довольно низкая. То есть естественный прирост населения высок. То есть отсюда люди бегут. Много земли начинает пустовать. Доля афроамериканского населения здесь почти не меняется. И здесь находится единственный крупный город. Но это действительно огромный город. Это Сент-Кулис. В котором население тоже приближается к 1 миллиону. И тоже так никогда этого миллиона не достигнет. А вот на Новом Юге все интереснее. Население штата Техас растет невероятными темпами. Здесь находят нефть в 20-е годы. И именно с 20-х годов Техас становится нефтяным штатом. Причем в 20-е и 30-е годы нефтяной столицей Техаса является вовсе не Хьюстон, а Даллас и Фуртуэрт. То есть нефть пока находят только в основном на севере Техаса. На юге это уже более позднее время и это уже послевоенное время. При этом сюда еще едет довольно большое количество фермеров. Потому что на юге все-таки несколько проще этим заниматься. И многие фермеры с Великой Кравмин ехали именно сюда. Население увеличилось на 2 миллиона человек. Было 4 миллиона 600 тысяч. Слово 6 миллионов 400 тысяч. То есть каждый 20-й американец уйдет в штате Техас. То есть буквально там полвека до этого в Техасе практически не было людей, если вспомните. И население от плохого тоже немаленько-кредитника не растет. А доля афроамериканского населения уменьшается. То есть это юг, юг классический и отсюда тоже афроамериканцы начинают уезжать на север. Значит, для горных штатов Великая депрессия это очень серьезное испытание. Только-только в этих штатах начинало увеличиваться население в начале 20-го века. Если вспомнить, здесь население растет очень быстро, росло очень быстро. До этого, то есть долгие годы, в течение полувека здесь было очень мало людей. И только в первые десятилетия 20-го века население увеличилось в два раза. Сейчас оно даже близко в два раза не увеличилось. Причем население некоторых штатов практически болтается на одном уровне. В Монтане, по-моему, даже было уменьшение. Нет, в Монтане на 10 тысяч буквально увеличилось. Но это практически ничего. Это значит, уезжает больше, чем... В общем, приезда практически нет. И большая часть естественного прироста просто-напросто выкидывается на территории других Соединенных Штатов. Единственный штат, где... Да, даже вообще нигде. В Аризоне и в Немецке чуть больше прироста. В остальных штатах ничьи порт. Расовый состав тоже практически не меняется. А вот что касается техоокеанских штатов здесь, еще есть один штат, который сейчас определяет, как и Техас, что есть Соединенные Штаты вообще, но до 20-го года так никто не думал. Это Калифорния. То есть население Калифорнии увеличилось с 3,5 миллионов до 7 миллионов человек. То есть население Калифорнии увеличивается в два раза за эти два десятилетия. Это и очень бурное развитие сельского хозяйства в Калифорнийской долине, куда очень много людей приезжало. Это портовые центры, Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Это и Голливуд. Про Голливуд мы все-таки в следующий раз поговорим. Я долго думал, хотел про 20-е годы все-таки Голливуд затронуть. Но сделаем это в связи с 30-ми годами. Это очень интересная история. И здесь по-прежнему один из первой десятки крупнейших городов. Но это Лос-Анджелес, который вырос в 3 раза. В Лос-Анджелесе 1,5 миллиона человек. И он с 10-го места перемещается на 5-е. Это 5-й подлечения американский город за 20 лет. К началу Второй мировой войны Лос-Анджелес это столица всего Запада. И если посмотрим, доля афроамериканцев увеличилась в Калифорнии почти в 2 раза. Так как население Калифорнии увеличилось тоже в 2 раза. То есть численность в абсолютном показателе негров увеличилась в 4 раза на территории этого штата. На Аляске население почти не растет. На Гавайях население растет быстро, но достигает 400 тысяч человек. В общем, кроме Гавайев, Гавайи еще интересуют американцев, а Аляске никого не интересуются. Здесь, скорее всего, ничего не видно, но потом посмотрите на слайдах, когда я их выложил. На этот раз я решил постараться, вот прям не поленился и нарисовал все крупные города Соединенных Штатов, то есть с населением больше 100 тысяч человек на 20-й год и на 40-й год. Там три цвета, то есть то, что я как раз, размер зависит от численности населения напрямую. Темно-красным обозначены города-миллионники, их на тот момент 5 штук. То есть Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт и Лос-Анджелес. И просто красным цветом города со соединением от 300 до 500 тысяч и оранжевым от 100 до 300 тысяч. То есть большая часть крупных городов концентрируется на северо-востоке. И американская луканизация в среднем слегка превышает 50%. То есть в 20-м году было 51%, а в 40-м 56%. Но на юге изменения гораздо серьезнее. На юге 28% и стало 36%. Но представьте тоже, на всем юге меньше 40% населения живут в городах. То есть это очень необычно, конечно. Но при том, что на северо-востоке три четверти всего города. И если мы обратим внимание на разницу между 30-м и 40-м годами, мы увидим, что на северо-востоке 78% и 77%. Доля городского населения впервые уменьшилась на 1%. Это начало процессов субурбанизации. В Гостоне это происходит уже в 20-е годы. А в Нью-Йорке и Филадельфии это уже начинается в 30-е годы. И для сравнения население крупнейших городов Соединенных Штатов и некоторых крупных городов в мире. То есть Нью-Йорк 5,5-7,5. Но Лондон все равно остается больше Нью-Йорка. В Лондоне 8 миллионов человек, это крупнейший город в мире на тот момент. Тем не менее, еще 7 с лишним миллионов населения, равное население Нью-Йорка, достигает Токио. То есть в два раза за 20 лет. Очень важное развитие столицы. 4 миллиона в Москве, 4 миллиона в Берлине. И проявляются латиноамериканские города, которые скоро станут, через полвека, станут крупнейшими городами мира. То есть Мехико, Сан-Паулу. В них уже население превышает миллион человек. Ну, Сан-Паулу, например. 600 тысяч, миллион 300. Два раза за 20 лет. Хороший контур роста. Крупнейший город Южной Америки, Гуэнос-Айри, за два с половиной миллиона человек. То есть сравнимо, ну почти сравнимо с Чикаго. А, нет, там смотрите в чем дело. 20-й год, это же после гражданской войны. В Москве же было перед гражданской войной почти 2 миллиона человек. То есть это 20-й год не очень хорошее сравнение. Я прошлый раз даже Москву вообще исключил, чтобы не сравнили. Но, все равно. На самом деле темпы урбанизации в Советском Союзе были весьма высоки, особенно в 30-е годы. Ну вот, в четыре раза. Если так, сколько там скомпенсировало, ну все равно огромный раз. Два раза минимум. То есть если даже посчитать, что вначале вернулись те, кто уехали, вот потом, соответственно, только уже начал увеличиваться численность, да, в Москве очень быстрый раз. Ленинграда сюда не вывел, потому что там 20-й год вообще ужас, там 600 тысяч, вместо почти 3 миллионов дореволюционных. Поэтому потом обратно включим и будем сравнивать в другие периоды. Значит, что касается иммиграции, то есть Соединенных Штатов. Там вот вверху указаны два основных закона. В 21-м году принимается акт о революционных квотах, а в 24-м основной иммиграционный акт. Эти законы, особенно иммиграционный акт 24-го года, был пролоббирован целым комплексом общественных организаций и разных структур. Главным лоббистом иммиграционного акта 24-го года, о чем многие не любят вспоминать из американского эстаблишмента, был Куклусклан. В середине 20-х годов численность Куклусклана превышала несколько миллионов человек. Это была гигантская организация. И они протестовали против иноязычной, инокультурной, инорасовой иммиграции. И поэтому в начале, в 21-м году были установлены некоторые квоты, которые в 24-м году были закреплены. А именно, то есть ограничивалось в начале количество иммигрантов из любой страны мира долей от общей численности людей, записывающих в качестве графы происхождения эту же страну. То есть, грубо говоря, не только не граждане Соединенных Штатов, берутся все люди, живущие в США, которые родились в Италии, от них отчитывается 3%. Это годовая квота на иммиграцию. Для Италии это катастрофа, потому что практически все итальянцы, которые приезжали на территорию Соединенных Штатов, приехали в 90-е, 900-е, 910-е годы. То есть практически все. И поэтому эта квота, и чем ближе к 2020 году, тем больше. В Первую мировую войну вообще очень много приезжало. То есть большая часть итальянцев, значит, не могли просто-напросто эмигрировать, хотя имели большое желание. Зато, например, квоты по Великобритании и по Ирландии практически не выбирались. Особенно после 1922 года, когда Ирландия получила независимость. Но там, кстати, уже ехать почти некому было. Когда был великий голод в Ирландии, я напомню, что в Ирландии было население 8 миллионов человек, это 1840-е годы, 8 миллионов в стране на острове. Значит, в 2020 году в Ирландии было чуть больше 2 миллионов человек. То есть все или уехали, или помирали с голоду еще до 20 века. То есть это страна, которая, в общем, была создана на руинах. И надо сказать, что де Валера очень ограничивала как раз иммиграцию в Ирландию. И только в 90-е годы Ирландия изменила свое отношение к миру. А до этого она была своеобразной страной-изоляционистом, ненавидящим почти многое в современном мире. Если посмотреть, то доля мигрантов, доля иностранных граждан, то есть это те, кто еще не нейтрализовался, чуть-чуть уменьшается, а в 30-е годы уменьшается существенно. Это как раз причина того, что общий объем миграции в Соединенные Штаты уменьшился. К сожалению, ни по 30-му, ни по 40-му году нет нормальной статистики с леза количества мигрантов по странам происхождения, если бы в 50-й год. Но если это посмотреть, то здесь, в общем-то, все одинаково. То есть нет таких существенных преобладаний. Единственное отличие – Латинская Америка все-таки на 30% увеличила. Там кое-где очень сложно с границами, там по одной Австро-Венгрии, и развить было очень тяжело, там пришлось с калькулятором немножко посидеть. И то полностью не получилось. Австрия объединится с Швейцарией. Прокомментируйте СССР. Значит, СССР – это территория бывшего СССР. Тогда туда еще и включали Литву, Латву, Эстонию. Значит, да, имейте в виду, вот эта цифра, просто меня уже спрашивают, может быть, я недостаточно объясню. Вот это число, которое здесь указано – это не количество въехавших за предыдущие десятилетия. Это число, которое показывает количество жителей Соединенных Штатов, родившихся не на территории Соединенных Штатов и указавших страну происхождение. То есть, если это число увеличивается от левой колонки к правой, это значит, количество мигрантов увеличилось за этот период скорее. Если уменьшается, значит, количество мигрантов уменьшалось. Значит, СССР – это в первую очередь евреи Восточной Европы, это самая большая доля населения. Потом это литовцы, которых ехало в Соединенные Штаты сотни тысяч в двадцатые годы. Литва была одним из самых важных источников иммиграции. При этом из Латвии и Эстонии бахи никого. Ну, там интересная статистика. И, в общем-то, все. А, ну еще получается белая иммиграция после гражданской войны. Вот. Но в целом доля уменьшилась. Вот. В основном из-за того, что уже в двадцатые, тридцатые годы с самой территории СССР иммиграции, конечно, практически нет. Вот. Она закончилась примерно так, двадцать первого года. Так. И вот еще следствие иммиграционного акта двадцать четвертого года в диаграммах. То есть, синим цветом обозначены выходцы иммигранты из Южной и Восточной Европы, а красным – из Западной Европы. То есть, в конце девятнадцатого века началось резкое преобладание, ну, заметное преобладание иммигрантов из Восточной Европы, в душе об Западной, так сказать. И к началу двадцатого века они стали очень сильно преобладать. То есть, причем, имейте ввиду, Южная Европа – это Италия, Восточная Европа – это получается очень большой набор стран. То есть, это Ирия и Польша, в первую очередь в Польше, в очень значительной степени Литва, много было из Венгрии, много из Югославии, а в первую очередь в Хорватии и Славянцев – серпов очень мало летов. Вот Румыния, Болгария – это было мало представлено, и евреи, соответственно, с территорией Российской Евреи. Значит, потом чуть-чуть идет корректировка, потому что увеличивается эмиграция из Германии тоже в начале двадцатого века. А вот после принятия этих законов доля выходцев из Восточной и Дружной Европы, которые были жестко лимитированы, уменьшается. И к сортовому году снова преобладает из эмигрантов выходцы из Западной Европы. Мы, наверное, когда закончим хронологические выстроенные лекции по истории США, там может быть отдельно, про современную американскую демографию нужно отдельную лекцию сделать, поговорить там очень интересно. Расовые, по происхождению, как они территориально размещены, в общем достаточно интересно. Так, вопросы ко мне по демографии есть? Откуда было? Из Литвы? Из Польши. Но это единое культурное пространство, видимо... А Латвия? У них как раз от переворотов. Латвия – это же вообще другой мир, это культурный мир. То есть Литва и Польша – это католические территории, это Речь Посполитая исторически. Это вот единое было пространство, Латвия и Эстония – это немножко другие территории. Сложно сказать, почему у Литвы. И перенаселение аграрное в Литве было больше. Ульманис – жесткий авторитарный мир. Вальдемарис, да. То есть это... Ну в Латвии там Ульманис, а в Эстонии Пяс тоже были несладкие. Блядный, там что, сметана в Литве. Они все бежали оттуда там. Несладко им там живут. А в Польше был пилцузский, тоже довольно жесткий. Из Польши тоже очень много ехало. Но я думаю, что главное – это аграрное перенаселение. То есть все-таки в Литве в Польше очень много было лишних сельских жителей, и для них было проще уехать за границу, чем искать в литовских городах или в польских себе будущее. Тем более, что если уже волна пошла, то она будет продолжаться. Будут родственники, звать, писать письма и так далее. Кстати, польская эмиграция рано же тоже католическая. Поэтому это тоже очень важно. Будем делать перерыв? Или продолжим без перерыва? Будем. Ну тогда давайте минуты три-четыре сделать перерыв. Когда? Я специально прерывался, когда после демографии переходим к чему-то другому. Проамериканское общество большую часть процессов переношу на следующий раз, иначе мы вообще ничего не успеем. А вот один момент, который я обещал в прошлый раз, надо обязательно осветить. То есть в 20-е годы впервые формируется настоящий анализ того, что принято считать общественным мнением. Вот здесь портрет людей, которые сформулировали две противоречащих друг другу концепции общественного мнения и отношения к миру. Справа это Джон Дьюи, один из величайших философов в рамках американского прагматизма. Про него буду говорить мало, потому что по нему есть, по крайней мере, две лекции Романа Шамолина. Вот они тоже все осуществляют, где вы можете посмотреть. Про американский прагматизм, в том числе он концепции Дьюи серьезно касается. Единственное, что он, конечно, там про общественное мнение говорит не очень много, он скорее про метод Дьюи, про прагматизм основных положений. А слева это портрет Лотера Ликмана, одного из ярких медиа деятелей 20-30-х годов. Кстати, он писал достаточно большое количество текстов, выступал в качестве спичрайтера президента Удра Вильсона в 20-е годы. Он был, кстати, одним из авторов концепции 21-го пункта Удра Вильсона. То есть он человек, который в политической деятельности поучаствовал, сопровождал Вильсона на Версальской и Вашингтонской конференциях. То есть публичные выступления многие Вильсона были написаны, но в 20-е годы он датился анализом. Значит, он сдал 22-й, 25-й год две книги «Общественное мнение» и «Минерак общественности». То есть современная концепция СМИ очень во многом, именно современных СМИ, очень во многом базируется на идеях Ликмана. Значит, на тот момент он, кстати, был еще достаточно молодым человеком, он был любимым без актрисов. Значит, идея следующая. Я в очень упрощенном, конечно, формате, потому что у нас все-таки не философия. Значит, идея следующая. Значит, каждый человек специалист в своей отрасли, и если ему попадает информация за пределами сферы его интересов, то он в ней выступает как профан, не способен проанализировать и не способен воспринять ее в необходимом контексте, сделать выводы и будет делать неправильные действия, исходя из этого. Значит, средства массовой информации – это посредник между теми, кто новости создают, вот, он в основном рассуждал о государстве, ну, как основном ньюсмейкеры, значит, и обществом, которому журналисты обязаны простым языком рассказать о серьезных процессах. Вот. То есть, если перевести на современный циничный язык, Хлиптон говорил о том, что современный человек массовой культуры, он подвержен манипуляции, вот, и этой манипуляцией надо всерьез пользоваться. То есть, к обществу изначально относятся как к системе, не способной себя отрегулировать и разобраться в каких-то вопросах. Взаимодействие между обществами и средствами массовой информации одностороннее. То есть, СМИ вкладывают в общество определенные идеи и доносят определенные концепции именно вот в таком вот формате. Значит, Джон Дьюи, прочитав Липтона, очень сильно возмутился, действительно его сильно затронул его там в конце 20-х годов, написал книгу «Общественности и ее проблемы», единственный ее труд, я ее так до конца, кстати, не прочитал. По-моему, она даже, кстати, вся и не переведена, отдельные разделы. То есть, в свое время читал, было весьма интересно. Значит, он рассуждает по-другому. То есть, Дьюи, несмотря на то, что был человеком по социальным взглядам слегка левым, тем не менее, он был настоящим американским либералом, и идея саморегулирующего общества, идея компромисса различных социальных групп и отсутствия иерархий как такового общества, вот для него была основа. Поэтому он начинает критиковать Липтона с точки зрения эффективности применения этих механизмов и возможности существования. То есть, Дьюи утверждает, что общество состоит из саморегулирующих систем, то есть, организация гражданского общества, причем общество реагирует, ну, он прагматизм, все-таки один из идеологов прагматизма, поэтому основная реакция общества в виде объединения его в общество как таковое, это реакция на проблемы. То есть, есть вызов, и на него отвечает общество, отвечает объединение. То есть, когда все идет спокойно, люди занимаются своими частными вопросами. Когда, соответственно, наступает какой-то вызов, общество на него отвечает путем самоорганизации. И в тот момент способности познания общества, окружающей действительности, включая и обмен концептуальным знанием, в гораздо значительной степени повышается. Поэтому СМИ не является каким-то находящимся над обществом, находящимся над обществом над стройкой, а является частью этого общества. И взаимное влияние общества, которое само есть ньюсмейкер, на СМИ тоже имеет значение. Тем не менее, если посмотреть на отношения, восприятие современных СМИ и проблем взаимодействия общества с информационными потоками, то на самом деле в той или иной степени применимо было этих подходов. То есть для американской сферы публичной политики высказывания вот этих двух мнений, которые сложились в две четкие концепции, имели огромное значение. То есть именно после этого сформировалась концепция постоянного политического пиара в ходе всего периода действия той или иной президентской администрации, того или иного сенатора, депутата и так далее. То есть политика с точки зрения дьюи, это часть, это работа. Это работа общества, человека и так далее. То есть это не правление, то есть не способ подняться над обществом, это часть работы в рамках этого общества. И она тоже зависит от очень многих процессов. И с другой стороны, получается, это проблема взаимодействия гражданского общества с разрушающими его структурами. Значит, поэтому с 20-30-х годов можно сказать, что американская политика становится современным. И американские средства массовой информации тоже становятся современными. Более того, они становятся по-настоящему массовыми. Значит, именно в 20-е годы начинается эпоха радиовещания. Калвин Кулитш, это был первый президент, который начал регулярные обращения к нации. Радиообращения продолжил это и Герберт Гувер, и Франклер Далан Рузвельт. Всем известное обращение Рузвельта, но на самом деле Гувер сделал не меньше обращений за гораздо меньший срок. Ну и Кулитш тоже, собственно, начал эту традицию. То есть, чем хороший радиоприемник, его можно купить один раз, а потом слушать бесплатно. Если вы покупаете газету каждый раз, а газеты стоили, в общем, не сильно мало, потому что на этом никто никакие СМИ не датировал. То есть для человека из единственных словов общества это была достаточно серьезная проблема. То есть, и вот восприятие реальности с этой точки зрения, оно в зависимости от того или иного подхода к проблеме, подлежит анализу разной степени глубины и разных плоскостей. То есть никогда эти две концепции между собой не согласятся, потому что они находятся в разных плоскостях. В какой-то момент теоретически СМИ могут полностью манипулировать обществом, и власть может через СМИ манипулировать обществом, но в какие-то моменты окружающая действительность настолько изменяет восприятие людей, которые способны между собой установить горизонтальные связи, собраться договориться, что манипулятивность не работает. И само общество выплескивает обратно в информационное пространство процессы, которые СМИ воспринимает в точно таком же искаженном виде, как новость, и ретранслирует их как новость, чем способствует обмену информации в том же обществе. То есть не может быть СМИ изолировано от общества, то есть с точки зрения Дьюи в этот момент. И действительно, чем серьезнее и более бурные общественные процессы идут, тем в большей степени общество на это реагирует. И СМИ, соответственно, тоже подстраиваются, особенно если они бизнес. А американские СМИ это всегда бизнес. Ну вот, это хотел обязательно сказать, обещал тем более. Значит, всего... Пайбук упустили. Пайбук не упустили. О, точно, да что ж такое, как некрасиво-то получилось. Да, но сегодня мы переключимся сразу. Значит, сегодня мы будем говорить про эру просперити и про Великую депрессию. Значит, вначале про эру просперити. Вначале общую кальку политических процессов, а потом чуть побольше поговорим о том, что это все-таки такое было. Итак, значит, 20-й год, напоминаем, в прошлый раз это было. Проходят президентские выборы. Вутро Вильсом по старой традиции не выдвигается на третий срок. Выдвигают демократы Дэниела Покса, довольно скучного человека. Но республиканцы поступили еще эффективнее. Они выдвинули еще более скучного человека. Уоррена Джумалила Гардинга нация устала после войны. Люди не хотели никаких изменений. Гардинг провел всю свою кампанию под лозунгом «Возвращение к нормальности». Он сказал, что мы сделаем нашу жизнь нормальной. То есть, огромный период эры прогрессивной, то есть с 1901 по 1921, когда, по крайней мере, два из трех президентов были очень серьезными реформаторами, которые каждый момент пытались воспользоваться. И Тедор Рузвельт и Лудро Вильсов, которые провели мощные системные реформы, которые считали, что, да, в Соединенных Штатах есть непререкаемые ценности, частная собственность, бизнес, конкурентная экономика. Но, тем не менее, это не значит, что власть не может некоторыми процессами положительными, прогрессивными управлять. То есть, не зря целая эпоха называлась прогрессивной. Американцы от этого устали. Большинство населения Соединенных Штатов хотело простой частной жизни. И поэтому выборы прошли с феноменальным разгромом демократов. То есть, побеждать должны были все равно республиканцы. Но вот этот вот отрыв, когда Гардинг, который, вот он верхний правый угол, а это Каллин Кулеш, лице-президент Соединенных Штатов, значит, Гардинг победил с отрывом 60 против 34. То есть, почти в два раза больше голосов избирателей, никаких выборщиков получил. И по выборщикам 140 против 127. Все, кроме самого глубокого юга, проголосовало за Гардинга. Значит, это очень интересная речь. То есть, вот сейчас все президенты 20-х годов считаются по всем рейтингам, по восприятию, одним из самых худших и бездарных президентов. Мы в 20-е годы их любили, за них голосовали. Вот и Гардинг, который всегда в рейтингах занимает самое последнее место, в любых рейтингах, то есть, по всем, с точки зрения всех самых бездарных президентов Соединенных Штатов, даже хуже тех президентов, которые привели к страну к катастрофе гражданской войны, вот он набрал 60% на своих единственных выборах и победил не менее скучного демократа. Значит, одновременно республиканцы получают огромное большинство в Конгрессе, то есть, 130 депутатов у демократов и 300 с лишним у республиканцев. То есть, у Гардинга и его администрации есть огромная возможность для каких-либо реформ. Но мы эти реформы не делаем. Тем не менее, событий очень много. Значит, ну, Гардинга-Куллиджа вы уже видели, да, то есть, президент и вице-президент, две фотографии справа. Значит, но основную роль в администрации этого периода за ним играют другие люди. Значит, портрет вверху посерединке это Эндрю Меллон, один из самых богатых людей в Соединенных Штатах. Это как раз семья Меллонов, значит, миллиардер. Миллиардер по тем временам, это значит, у человека сотни миллионов по нынешним, сейчас таких богатых людей, сотни миллиардов по нынешним временам, сейчас таких богатых людей нет, то есть, он супер богатый человек для того времени. Он был министром финансов в течение 11 лет. То есть, для 20 века это тоже феноменальный случай. С 21 по 32 год при трех президентах он министр финансов. Человек внизу, это Герберт Губер, будущий президент Соединенных Штатов в эпохи Великой Депрессии, и он министр торговли в течение 7 лет. Министр торговли до этого был одним из самых неважных министров, но именно Губер поднял эту должность до очень серьезных масштабов. Значит, еще в 21 году Гардинг назначает, умер верховный судья Соединенных Штатов, и Гардинг в качестве верховного судья назначает у Ирлия Могуварда Тафта, бывшего президента Соединенных Штатов. Это тоже уникальный случай, чтобы бывший президент еще занимал какую-то должность после своей отставки. То есть, бывший президент Тафт, президент с 2009 по 2013 год становится верховным судью, человек консервативных взглядов, который считает, что администрация в большинстве случаев права, и если доходил до Гардинга, до верховного суда времен Тафта, какое-нибудь дело с претензией к администрации, верховный суд всегда решал в пользу администрации. Поэтому у администрации были огромные возможности. То есть, Мелон мог договариваться с миллиардерами, Гувер был вообще великолепным менеджером, настоящим интеллектуалом, ярким экономистом, плюс, соответственно, очень спокойный президент Гардинг в некотором роде. Значит, что еще было сделано? Значит, сразу же республиканцы объявили о том, что будут снижаться налоги. Налоги в Соединенных Штатах были очень высоки к 2021 году. Налоги резко увеличили в 2016, в 2017 году еще увеличили, потому что Соединенные Штаты вступали в войну. Максимальная ставка подоходного налога достигала 73%. То есть, это, конечно, ужас-ужас. Значит, и поэтому республиканцы запланировали снижение этих налогов в течение 4 лет до максимальной ставки 46%. Но при этом, очень интересную вещь сделали. То есть, у наиболее бедных слоев населения налог чуть-чуть увеличили, а у богатых существенно уменьшили. То есть, ну, во-первых, мы, конечно, себе в ущерб не сделали бы никакого закона. А во-вторых, как бы, общество настолько быстрыми темпами богатело. 20-е годы это период великолепного экономического развития, вот, то есть, очень высокого роста, темпов роста плодосостояния, вот. И поэтому, на самом деле, никаких существенных протестов не было. Все протесты закончились в 22-м году. Я не знаю, как написал, да, а, вот, великая железнодорожная забастовка 22-го года. И, собственно, все. Была еще угольная перед этим тоже 22-го года. Все, в 22-м году проходят две серьезнейших забастовки, а потом количество забастовок резко падает, потому что безработица существенно уменьшается. Значит, доходы рабочих растут. К 22-му году у всех, кроме сталилитейной отрасли, практически складывается 8-часовой рабочий день. В сталилитейной там еще 12-часовой, но, особенно, там, к United Steel были претензии. То есть, Гэри до последнего отказывался сделать хоть один выходной день в неделю. Там была 7-дневная рабочая неделя и 12-часовой рабочий день. Вы сами понимаете, это вообще что-то невероятное уже для послевоенного времени. Тем не менее, к концу 20-х годов уже они пошли на уступку. Значит, в 21-м году еще принимается очень важный для будущего акт о федеральных дорогах. То есть, это, по сути, прообраз создания будущей сети государственных автомобильных дорог, вот этих вот автобанов, автострад, которые сейчас территорию США связывают. Но тогда это было еще довольно слабо. Уже существовал Линкольн на Хайвей, да, то есть дорога, которая связывает Нью-Йорк и Сан-Франциско, я про него рассказывал. Но государство впервые начинает вкладываться в это. То есть, это происходит под эгидой государства и, как у нас бы сейчас сказали, государственно-частного партнерства. То есть, государство участвует в инвестициях. Значит, при этом обратно, в 21-м году, здесь не написано, но я просто говорю, то есть обратно практически национализированные инвестиции нам на период войны железной дороги возвращаются владельцам, значит, государство перестает вмешиваться во все их вопросы, включая таймфлей. Вот, однако, в 20-е годы, тем не менее, не зафиксировано ни одного монопольного сговора по железным дорогам, и тарифы абсолютно адекватны для рыбы. Значит, чем знаменита администрация Гардиинга? Администрация Гардиинга знаменита гигантским объемом коррупционных скандалов. То есть, она была невероятно корруппирована. Значит, самый яркий пример – это невероятных масштабов моровства в комиссии по делам ветеранов, где практически половину бюджета годового руководителя украл, вот, и хотел с этим еще и сбежать в Европу. В общем, его, естественно, назначили по знакомству через жену Гардиинга и так далее. То есть, там были все свои, то есть, в этой администрации. Потом был мощнейший скандал 23-го года, типа ДОУМ, связанный с министром внутренних дел Альбертом Фолом. То есть, Альберт Фол был назначен. Министр внутренних дел в США – это не полиция, это управление землями федеральными. То есть, существовал государственный военный нефтяной резерв, так называемый, на случай войны. Он был зафиксирован в Вайоминге, то есть, был зафиксирован нефтяной бассейн с четко очерченными границами месторождений. Значит, соответственно, он находился под контролем Объединенного комитета начальников штабов. Он тогда не существовал как таковой, но его аналога. То есть, его лично контролировал Першинг. То есть, единственный в истории США шестизвездный генерал. То есть, генералиссимус по нашим временам. Была карта Першинга и все такое. Так вот, значит, как у нас иногда бывает с Наримским сквером, то есть, грубо говоря, по границам вот этого вот бассейна отрезали участки, которые сказали, что это не бассейн и разрешили бурить. Вот, то есть, лично под контролем министра внутренних дел. Значит, его арестовали. Он отказался, отсылаясь на пятую поправку, давать показания. Его после этого лишили должности министра. Потом его оправдал суд присяжных, но он уже никогда не вернулся от политической деятельности. Потому что ему вообще никто не верил, потому что он оказался честно признаваться. То есть, пятой поправкой, конечно, можно воспользоваться, но федеральному министру это не по статусу. Он не может себе такого позволить, который разрушил. Значит, ну, там еще был скандал с генпрокурором, который там тоже распил государственных денег. В общем, все это закладывается в 1921, 1922, 1923 год. Президент Гардинг тоже весьма своеобразный президент. То есть, в основные дела он не вмешивается. Кстати, кто был Гардинг в прошлой жизни? Гардинг был владельцем газеты в штате Огайо. То есть, он газетный магнат. Он, в отличие от того, как его многие представляют, человек неглупый. Но с очень своеобразными взглядами, в том числе и на свою частную жизнь. То есть, невероятное количество измен в жене. Вот, в том числе и в Белом доме, за что его особенно ругали. Значит, Клинтон не первый далеко, совсем-совсем не первый. То есть, такие масштабы деятельности, которые развернул Гардинг в этом отношении. В общем, когда в 1923 году президент умер, вот, Гардинг умер на своем посту. Как раз в Орегоне он, по-моему, и находился. Что интересно, в Портленде. Значит, первая версия, которая была, его отравила жена, которая все это надоела. В общем, на самом деле, кто его там отравил или не отравил, до сих пор неизвестно. Вот, но другой скандал времен Гардинга решился, таки, в последние пару десятилетий. То есть, все-таки, женщина, которая всем кричала, что у меня дочь от президента Гардинга, и ее считали сумасшедшей. Вот, когда сделали генетический анализ, оказалось, что это действительно его дочь была. Вот, то есть, она не брала. А всю американскую историю все считали, что это женщина всех обмана. В общем, президент Гардинга был совершенно странным человеком. Поэтому, когда он умер, многие вздохнули спокойно, и в должность вступил Калвин Куллиндж, который от Гардинга отличался принципиально. Куллиндж был очень неглупым человеком. Он был бывшим губернатором штата Массачусетс. Наибольшую известность он получил за разгон, ну, не совсем за разгон, получается, за решение проблемы забастовки полиции Бостона. Вот, то есть, бастовали бостонские полицейские в 19-м году. Куллиндж считал, что любая забастовка – это монопольный сговор. Вот, в традициях законодательства 19-го века считал, что они подлецы и негодяи, пользуются своим положением. Он просто-напросто попросил, вел частично национальную гвардию, а частично набрал временную милицию, которая стала выполнять функции полиции. Когда несколько месяцев прошло, а полицейские не получали работы, они смирились и сдались. Там не месяцев, даже буквально несколько недель. То есть, они смирились и сдались, они поняли, что губернатор настроен серьезно. Вот, и Куллиндж, который, вот, собственно, таким образом решил проблему, стал почти национальным героем среди предпринимательских слоев населения, среди рабочего движения. Он был крайне ненавидимым человеком. Его считали практически личным врагом председателя Американской Федерации труда Гомберс и глава индустриальных рабочих мира в Соединенных Штатах, лидер социалистической партии Юджон Депс. Но при этом Куллиндж был лично очень приличным человеком. То есть, он точно не изменял жене. У него была типичная протестантская этика. Он был очень скромный человек. Он не пил, действительно не пил. То есть, это же сухой закон, не нужно забывать. А при этом жена Гардинга, например, на всех приемах алкоголь выставляла прямо в Белом доме в период существования сухого закона. Но не на всех, конечно, приемах, но тем не менее. В общем, Куллиндж никого специально, ни одного расследования против коррупции сам не инициировал, но и ни одному ни в чем не помешал. То есть, всегда предоставлял все документы и никогда не возвращал людей, которые были обвинены, осуждены и так далее. То есть, если человек вызывал подозрение, его хотел отстранить Конгресс, президент соглашался. И на самом деле, буквально к концу первой администрации совместной Гардинга Куллинджа, то есть, к 1924-1925 году, в общем-то, такие крупные коррупционные скандалы исчезли. Хотя на самом деле, все равно там существовала коррупция, правда, на другом уровне. То есть, это был сговор некоторых чиновников на уровне министров с конкретными криминальными группировками, то есть, с мафией. Но это совсем другой уровень, это уже не вот эта вот мелочь с прямым мировством. Значит, в 1924 году проходят выборы, как раз вот на фоне всех вот этих идущих скандалов, и раскола в республиканской партии. Значит, в республиканской партии по поводу всей вот этой политики снижения налогов для богатой части населения происходит определенный раскол. И более прогрессивно настроенные, ну, прогрессивные с точки зрения американской терминологии. То есть, прогрессивные, это тот, кто выступает за реформу. Вот, потом, консервативный, прогрессивный. То есть, прогрессивная часть республиканцев выдвигает своего кандидата. Возрождается прогрессивная партия, они выдвигают Роберт Палафалета. Значит, это старый деятель, сочувствовавший даже в какой-то момент социалистам. Причем, его поддержала в 1924 году социалистическая партия, и отказалась выдвигать своего кандидата. То есть, это очень серьезно для истории американских социалистов. Значит, Дэвиса выдвигали демократы. Роберт Палафалет крайне слева. Дэвис, демократ посередине, ну, культура получается справа вверху. Это кандидат вице-президента Чарльз Галлэс, бывший госсекретарь Соединенных Штатов. То есть, человек, тоже такой же, как Култш, лично приличный, спокойный, уравновешенный и так далее. Значит, тем не менее, несмотря на расположенность американской партии, Култш побеждает с хорошим отрывом. Он набирает 54% голосов, это много. Если вспомните, великие президенты начала 20 века с таким же счетом побеждали, типа, второго тура Вильсона, или вторых выборов Вильсона, или вторых выборов Рузвельта Теодора. Ну, вот, значит, соответственно, 382 голоса выборщика. Весь север, кроме Рисконсина, проголосовал за республиканцев, то есть за Култша. Весь юг аккуратно за демократов по старой традиции. Вот, и Рисконсин проголосовал за Лафа-Ляк, потому что он был губернатором Рисконсина. Вот, а в этом юге. При этом республиканцы потеряли часть голосов в Конгрессе, но, тем не менее, все равно им было большинство, и Култш мог спокойно действовать дальше. Однако, вторая администрация Култша, это период, когда практически ничего не происходило. Вот, то есть, два раза снижали еще налоговые ставки, причем они снижали только в верхнем сегменте, то есть для более богатых слоев населения. Причем, с точки зрения классического монетаризма, это действительно сработало, то есть эти деньги стали в основном вкладывать в новый бизнес и производство, а не тратить на предметы роскоши, то есть экономика завертелась еще больше. Мы там про экономику чуть-чуть будем говорить. Значит, там, соответственно, видно, что с 1926-1928 году определенные скачки такие наступают, то есть тогда избыток денежных средств начинает вкладываться в новое производство. Значит, опять же, эта администрация в первую очередь управляет не Култш и Дауэс, а Мелон и Губер. Там будет еще 1926-1928. Ой, да, ну это я ошибся, да, я исправлю, я слайды всегда вычитываю еще перед выкладкой, я их выложу уже исправлено, спасибо. Да, и Эру Просперити тоже исправлен. Так, в 1928 году новые выборы. Значит, Култш отказывается выдвигаться на третий срок. То есть он считал вот тот хвостик от своего срока Гардинга полноценным сроком, это тоже по старой определенной американской традиции, поэтому он решил не выдвигаться на третий срок. Тем более, что партия не сильно хотела его выдвигать, и уже к тому моменту увеличились амбиции Гувера. То есть Герберт Гувер, человек, который управлял вместе с Миланом всей экономикой Соединенных Штатов в 20-е годы, он решил выдвинуться в президенты. Тем более, что он, в отличие от Култша, был по-настоящему личным человеком, то есть он, будучи министром торговли, иногда 2-3 раза в неделю наступал с радиообращениями, где объяснял, что они делают и так далее. То есть это человек еще и с точки зрения журналиста весьма нитийный и интересный. И поэтому они выдвинулись в связке с Чарльфом Кёрт, и сам он был дюжанин. То есть они надеялись как раз взять еще ими. А демократы поступили очень интересно. Демократы поняли, что им, скорее всего, ничего не светит, и решили поэкспериментировать. И поэтому на очень сложном конвенте демократической партии, там праймерис была частичная, там еще не были конвенты, то есть выбрали в качестве кандидата Альберта Смита. На самом деле он был не Смит, у него была итальянская фамилия, он ее сменил. То есть он был наполовину ирландец, наполовину итальянец. Это первый католик, кандидат в президенты Соединенных Штатов. Значит, вся предвыборная кампания 28-го года, нам кажется, что раз она перед Великой депрессией, скорее всего, там какие-то в основной экономики касалась, нет. Вся кампания была построена на том, что все нападали на Смита, что он католик, а Смит от этого защищался. То есть это было огромное количество связанных с этим скандалом. Американское общество на тот момент было в очень значительной степени антикатолически настроено. У Смита, кстати, очень интересная биография, он человек, который сделал себя сам. Ну, тем не менее, значит, проигрывает он с очень большим счетом. Значит, Гувер набирает 58%, почти повторяя рекорд Гувера и Гардинга за 8 лет до этого. И самое важное, что он выигрывает даже в значительной части Штатов Юга. Смит берет только Юг, который, ну совсем Юг, который никогда ни за что за республиканцев не проголосует. Хотя бы потому, что Линкольн не республикан. Они это помнили. Они Линкольн ненавидели еще и в 20-е годы. Все прекрасно про это помнили. И Массачусетс на севере, в котором преобладает, как я уже сказал, католическое население. То есть и начинается администрация Гувера. Значит, мы про это чуть попозже поговорим. А сейчас перейдем к некоторым процессам, которые происходили в Эропросперити. Значит, напоминаю, что Эропросперити это все 20-е годы. Эра величайшего благосостояния американского общества. Никогда американцы до этого не жили так хорошо, как тогда. Но, тем не менее, все это проходило в рамках сухого закона. Значит, сухой закон привел к одному важному последствию. Сложимость к настоящему организованной преступности. Я не написал организованную преступность. Получается, что весь сухой закон не заключается вот в этих мордах. Значит, это очень известные фигуры. Если что, слева вверху это Дин Убенион. Слева внизу это Аль Капоне. Дин Убенион один из лидеров ирландской мафии. Это один из лидеров неаполитанской мафии. То есть, синисицилийской. В Чикаго оба главные противники, которые приняли между собой Чикаго. Два человека сверху, это еврейская мафия, Ротштейн, как его им звали, так забыли. Значит, и Мейер Ланский. Значит, и два человека внизу, это Джо Массери и Лакин Чад. Это очень известная фигура на самом деле. Причем, если нам кажется, что мы, говоря об американской мафии и зная всех этих мафиози, скорее приближаемся к разжевыванию а-ля 90-е и всяких воров законов на территории Российской Федерации, то это не совсем так. То есть, все-таки уровень инкорпорации с властными структурами и с американским обществом, особенно в условиях сухого закона, плюс, был гораздо выше, плюс, это не просто этнические преступные группировки, это очень серьезно встроенные во все американские этнические процессы, процессы ассимиляции, процессы выхода из национальных районов в общеамериканское культурно-экономическое пространство. То есть, это люди, которые во многом определяли эпоху того времени. Здесь нет еще не данной стадии, я забыла. Оно, кстати, скорее более позднее время. Не помню, кто-то из них хоть своей смертью умер? По-моему, нет. А, по-моему, этот умер своей смертью, на удивление, Радштейн, хотя в очень молодом возрасте. Арманд Радштейн, сложно. Значит, что отличала социально-политическая, идеологическая сторона эры Просперити? Значит, вверху знаменитая фотография марша 28-го года куклу склана в Нью-Йорке. Значит, куклу склана насчитывал, по-моему, то ли 4, то ли 6 миллионов человек в середине 20-х годов. Правда, к 30-му году почти исчез, но это был период очень серьезного такого присутствия этой ультра-российской организации. Значит, в 22-м году Гувер, президент Соединенных Штатов, в период Великой Депрессии, пишет книгу «Американский индивидуализм». То есть, книга весьма любопытна. Вообще, Гувер достаточно тонкий и респектабельный мыслитель. То есть, он очень неглупый человек. То есть, когда говорят, что Гувер довел страну до Великой Депрессии и вообще во всем виноват, там все не совсем так и считают, что он просто не понимал. Я говорю, что он очень многое понимал. Но при этом, вот именно вот эта книга, она, по сути, написана в рамках социального дарвинизма. Это то, чего, в общем-то, ждали американцы в начале 20-х годов, когда выбрали Гардинга. Гардинга, который обещал нормальность. Вот, то есть, частную жизнь. То есть, Гувер писал, на самом деле, об этом же самом. То есть, каждому по делам его. Сколько поработал, столько поел. Кто не работает, тот не ест. Соответственно, и, в общем, если кто-то не устроился в этой жизни, сам виноват. Вот, то есть, на самом деле, вот в основном, это все на эту тему написано. На удивление, эта книга не была просто там какой-то книгой, которую бывший президент написал. Нет, это была серьезная вещь, которую обсуждали, которая присутствовала в публичном пространстве. Который зачитывался перед Каннским встеблишмент того времени. То есть, это было действительно своеобразное идеологическое уходство Эры Просперити. Очень консервативное. Потому что это возврат к периоду допрогрессивной эры. То есть, до реформы Теодора Рузвельта и Виктор Вильсона. К концу 19-го века. А, вон, 6 миллионов членов в Канне в 24-м году. Очень ужас. Значит, и еще один яркий пример того, что собой представлял консерватизм Эвер Эль Просперити. В 25-м году в Теннессе так называемый обезьянный процесс. Там Скобс против штата Теннесси это называлось. Скобс в левом нижнем углу. А вот эти два человека, это его главные обвинители общественные, так сказать. В том числе, человек справа, это Брайан. Его здесь не сильно узнать. Это многолетний кандидат от демократической партии на рубеже 19-го, 20-го веков. Его портрет, где он там более молодой и красивый, он прям висел в качестве проигравшего кандидата 3-4 раза на выборах участка. Значит, в чем заключалась суть? В начале 20-х годов в Южных Штатах начинается существенный протест. Он действительно очень серьезный. Он принимает массовые формы демонстрации, митингов, петиций и так далее. Люди возражают против преподавания теории эволюции в школе. А именно той ее части, которая касается теории Дарвина о происхождении человека от обезьян. В основном, все это, естественно, проходит в русле воинствующих креационистов, то есть новых христианских фундаменталистов, плюс их поддерживает Кукускан. Значит, Кукускан серьезная ладийская структура, его поддержка сказалась. Пять Южных Штатов и Соединенных Штатов принимают законы, запрещающие преподавание теории эволюции в школе. Значит, в 25-м году впервые и единственный раз за всю американскую историю по этому закону кого-то привлекают к ответственности. Происходит долгий, несколько месяцев суд, где школьного учителя Скобса судят за то, что он, соответственно, преподает теорию эволюции в школе. Значит, в конце его торжественно признают виновным и приговаривают к штрафу в 100 долларов. Но что интересно, последствия в Теннессе. В Теннессе по этому закону никогда больше никого к ответственности не привлекали. И существует очень много случаев, когда в школах преподавали теорию эволюции при этом. То есть, грубо говоря, школы разделились по принципу востребованности вообще того или иного. То есть, если люди, которые отвели своих детей в эту школу, хотели это там видеть, значит, соответственно, это было так. Если не хотели, значит, этого так не было. То есть, школа напрямую, естественно, оплачивалась гражданами. То есть, система государственных школ на юге существовала в основном для афроамериканского населения. Хотя уменьшение федерального финансирования практически сильное было. Там непонятно, что многие существовали. Уровень образования для афроамериканского населения был гораздо ниже. Но вот уровень негравотности по-прежнему был очень высок. Но, тем не менее, значит, в основном все решалось на уровне даже не штатов, даже не округов, а на уровне конкретных родителей. Но вот такой вот тоже процесс был. То есть, он вызвал такое возмущение, на самом деле, в Соединенных Штатах, среди либеральной общественности на сей день. Ну, тем не менее. Значит, статистики много. Это, конечно, для самостоятельного ознакомления. Однако, общий тренд, надо обратить внимание. То есть, что собой представляла экономика в этой последней? Значит, вторая слева колонка. То есть, это валовый национальный продукт. По-настоящему ВВТ в тот момент с ВНП практически совпадал. Поэтому нужно не заморачиваться. То есть, это, грубо говоря, ВВТ по номиналу. Абсолютное число не имеет никакого значения, потому что это в ценах 58-го года. В 58-м году сделали очень серьезный анализ. И поэтому по ценам 58-го года они публиковали. Но важен тренд. То есть, с 2020 по 29-й год за 9 лет в полтора раза практически вырос общий объем производства. При том, что население США выросло процентов на 13. То есть, представляете, насколько унесли производительность труда и все. Но это там будет. А, вот, получается, рост ВНП на 16%, население на 16%, производительность труда на 43%, энерговооруженность промышленности на 40% в 2,5 раз. Значит, на душу населения тоже рост существенный, по крайней мере на 10% население растет. Значит, число безработных снизилось и дальше болталось на уровне 3-4%. Это очень низкая безработица. И большинство людей заняты где-либо, где были заняты на полный рабочий день. Вот, и были заняты на продолжительное время. Вот, причем в 20-е годы, насколько я понимаю, продолжительность вот этих двух позиций была одна из самых высоких в американской истории. То есть, в 19-м веке, я в свое время говорил, что была очень большая ротация. То есть, рабочих очень часто увольняли, снова принимали на работу. То есть, грубо говоря, в течение 7-8 месяцев в год каждый человек только имел работу. Остальное время он работу искал. В 20-е годы ничего подобного даже не было. Значит, и некоторые социальные вещи. Потом будут картинки. Я разделил в начале цифры, потом картинки. Значит, здесь прокомментирую несколько очень интересных вещей. Самое важное – это таблица нижняя. Вот, то есть, только 20% населения относились к верхнему и среднему классу. 80% населения относились к нижнему классу. Причем половина этого нижнего класса жила ниже черты бедности. Вот, то есть, им, грубо говоря, не хватало. Вот, то есть, они должны были чем-то очень серьезно жертвовать. Значит, причем там есть очень интересные расчеты, что, например, для выживания одного человека, семьи из одного человека, необходимо было 1750 долларов в месяц в 20-е годы. Для того, чтобы выжила семья из четырех человек, нужно было 2500 долларов. Почему такая небольшая разница? Почему 1750 на одного, 2500 на несколько? Потому что жилищные условия. Самая большая стоимость – это, грубо говоря, вот снимается квартира или комната. Вот, и неважно, если ты один живешь, у тебя комната, и если у вас много, то есть, вы тоже снимаете комнату. Так вот, на чем нижний класс, существующий ниже черты бедности, мог экономить, это в первую очередь на жилье. Это очень плохие жилищные условия. То есть, это быстро растущий город с трущобами. Вот, и вот в этих трущобах, в скученном пространстве, в центре города, живет большое количество людей, которые чаще всего работают в промышленности. Причем, что очень важно, работает и муж, и жена. Вот, в среднее количество детей в американской семье в то время около четырех. Вот, то есть, большая часть семей были с детьми. Вот, значит, получается, детей тоже довольно много. Вот, и за 20-е годы, это с 21-го по 29-й год, увеличение уровня жизни. Вот, то есть, для нижнего класса, для всех категорий 8%, для летнего и среднего класса 150%. То есть, те, которые не бедные, стали жить в 2,5 раза лучше, чем жили за 8 лет до этого. То есть, все мощнейшее развитие, в основном, сосредотачивается на верхнем и среднем классе. Это очень важно. Это одна из ключевых причин Великой Депрессии. Значит, потом, еще несколько показателей социальных. Верхняя таблица. Сколько человек приходилось на один автомобиль? Вот, гигантский отрыв в Соединенных Штатах. Пять человек приходилось на один автомобиль. В Соединенном Королевстве 43 человека. В Италии 323. В СССР 7 тысяч. Вот, то есть, Соединенные Штаты, по сути, были единственной автомобилизированной страной в мире на тот момент. Большинство стран Европы, как раз на уровне Италии, чуть лучше, может быть, болтались. Вот, значит, точно они ниже, чем в Великобритании. Даже в Нидерландах, Германии, Бельгии. Значит, зато кое-где был какой-то определенный прогресс. Вот, например, обеспеченность электричеством живых помещений. Если после, в момент вступления США в Первую мировую войну, там почему-то такая статистика, 16% всего живых помещений, то в 29-м году, в 65-м, электросистемы к тому времени уже почти полвека существуют. И, тем не менее, только в 20-е годы большинство жилья было электрифицировано, в том числе и того, где живут малообеспеченные свои населения. Именно тогда этот процесс начался. Вот, зато уменьшилось количество членов профсоюза при общем уменьшении количества населения. Зарплата росла нормальными темпами. Вот, 8% это не с учетом всей инфляции, она в этой цели была очень низкая и даже можно пренебречь. То есть, грубо говоря, у людей доходы увеличились даже на 8%, то есть в предыдущие периоды по проценту в год. То есть, с учетом того, что нет инфляции, в принципе, было нормально. Все удовлетворяло. То есть, протест отсутствовал. Но, очень важно, то есть, для эры просперити характерен процесс, который обычно именуется консюмеризмом. То есть, консюмеризм это главная характеристика общества потребления. То есть, это стремление к обладанию вещами, которые облегчают твою жизнь, либо приближают тебя к другому социальному статусу. Так вот, принципиально важно, что впервые в американской истории, именно в 20-е годы, сложился не просто культ потребления как таковой. То есть, люди действительно хотели иметь хорошие вещи. Но они, получая эти вещи, впервые стали формировать ментальную реальность, которая их ассоциировала с более высокостоящими классами. И обладание определенными вещами становится характеристикой принадлежности к этому классу. Если раньше это было только среди высшего класса и касалось определенных статусных вещей, то сейчас это начинает касаться предметов массового потребления. Поэтому, что в таких случаях происходит? Происходит резкий рост потребительского кредитования. Вот здесь вот слева таблица, где совершенно феноменальная статистика. Таких уровней любая европейская страна достигла хорошо, если в 60-е годы. В Соединенные Штаты 85% мебели, 80% фонографов, 75% стиральных машин, 70% холодильников. Больше половины пересосов, которые были работали достаточно дешевые, и больше половины пианино приобретались в кредит. То есть люди брали кредиты на потребительские товары. Вот они примерно вот так вот выглядели. Пылесос, холодильник, стиральная машина. Эта девочка, я тут ничего не видно, слушает огромный радиоприемник. А это патефон как раз времен изготовления, американских времен изготовления во время гликодепрессии. Вот, то есть вот такие вот вещи, такие процессы вы расскажете про Кукулз-Клан. Так, по этому блоку вопросы есть? О зоне Кукулз-Клан. А это напоминает звук затвора кому-то напоминает? Мне не напоминает. Ну, это самое распространенное, сколько я знаю. А так, это еще, вот этот Кукулз-Клан, это же не тот Кукулз-Клан, который генерал Форрест организовал, тот разогнали в 70-е годы уже, 19-го века, ну там остатки до 80-х. Это заново созданный, Симмонс был организатором, в 15-м году он его создал, вот, где-то в 15-м там почти никого не было. 1 миллион был в 20-м, 26 миллионов был в 24-м, в 30-м году осталось 6 тысяч. Они всем надавили. И самое интересное, что когда это стало массовой организацией и лоббистской структурой, руководством всех местных отделений Кукулз-Клана, как они там называются Великие Драконы или как-то так, вот, оказалось, что они очень кромпированные люди, то есть на те членские взносы и все, что они там собирали, они просто были слишком хорошей в жизни. И члены организации настолько потеряли доверие к своим Великим Драконам, что просто начали массово из этих организаций выходить. А что-то про них лет 20 уже ничего не слышно. А потом было третье возрождение, в 50-е или 60-е годы, честно говоря, не помню. Потом было четвертое возрождение, да это маленькая организация. Я помню советский справочник страны мира, и там про Соединенные Штаты написано. Но вот есть в Соединенных Штатах две страшные российские организации Кукулз-Клан и общество Джона Бёрча. А, еще моральное большинство, вот три, значит, организации. Вот, то есть я там, помните, смотрел статистику, там в то время, в моральном большинстве, если еще там 10 тысяч набиралось, то там в Кукулз-Клане что-то было 2-3 тысячи, вот, по всей стороне, но это совсем уже были совмешедшие. А тут у Вас статистика была про верхний класс, нижний класс. Значит, 20% по-первых, на мой взгляд, довольно отличная доля населения, а между ними 64, что ли, процентов, у них как выросла на год? Там вот две первые строчки, это нижний класс, и то, и другое. А 20% это и средний, и верхний. Верхний класс там было 1-2%. То есть это очень крупный бизнес, все такое. А в основном, средний класс, если средний класс меньше 20%, то это совсем хорошо, что они не могут. То есть большая часть населения просто не имела никаких сбережений. То есть показатель среднего класса уже наличия в каких-то сбережениях. Но, тем не менее, пыталась иметь потребление, сходное со средним классом. Так, Великая депрессия. Вот, вот такое слово я всегда хотел сделать. Это действительно правда, то есть это величайшее слово в истории Соединенных Штатов. Единственное событие, которое с ним может быть сравнимо, это гражданская война. Вот, все остальные близко не стояли. Но есть некоторые нюансы, то есть в некоторых случаях превышает значение Великой депрессии. Например, есть теория демографическая, что Великая депрессия сформировала демографическую яму, которая потом на протяжении четырех поколений отрабатывалась. Там действительно есть снижение рождаемости, но оно началось в 1926-1927 годах, то есть когда наоборот было все очень хорошо, и вызвало как раз формирование общества с несколько иным уровнем достатка. То есть это просто переход к первому типу воспроизводства в настоящем. То есть, грубо говоря, снижение рождаемости, снижение смертности, снижение естественного прироста. Великая депрессия просто усугубила слегка этот процесс. Действительно слегка, потому что если тренд посмотреть, там буквально вклад Великой депрессии в снижение рождаемости, наверное, процентов 10-15, а остальное это более-менее естественный процесс. А потом было определенное возрастание, в том числе связанное с войной. То есть в период войны рождаемость обычно часто увеличивается, если война не идет на территории этой страны. То есть в 1940-е годы плюс повышение уровня жизни резкое в годы Второй мировой войны. То есть там был подъем. Поэтому вот этот вот пик еще больше в нижнюю сторону, яма, еще больше усугубляется пиком, который был после него. Он не полностью вызвал депрессию, но тем не менее она тоже повредила. Она полностью изменила американскую историю. Значит, опять цифры. Без них, к сожалению, не обойтись, потому что масштабы становятся понятными только когда мы рассмотрим. Так, значит, тут что у нас? Самая важная таблица тоже снизу. То есть только что повысилась у нас ВВП, ну, мы будем считать, до 200 миллиардов, то есть в полтора раза, с 2020-м годом, в 30-м году уже 183, потом 170, потом 140, если в 40. То есть при увеличении численности населения на 16 с лишним процентов, население, ой, в смысле экономика страны по валу, по валу, по валовому производству вообще всего, обвалилось на уровень 2020-го года. То есть эта яма гигантская. Национальный доход упал в два с лишним раза. Выплата наемным работникам почти в два раза. Число безработных. 29-30-й год, когда администрация Гувера ведет арбитражи, то есть это действительно очень серьезная политика. Гувер провел в период Великой депрессии лично с личным участием 250 конференций между профсоюзами, работодателями, объединениями промышленников, транспортных организаций, транспортных ассоциаций, общественных организаций и так далее. То есть на каждой они вели очень серьезные переговоры по уровню арбитража. То есть Гувер уговаривал уменьшать рабочий день, уменьшать продолжительность рабочей недели, все что угодно, только не увольнять людей. То есть уровень авторитета Гувера как экономиста, специалиста, как менеджера, как президента был настолько велик, что его действительно слушали. И делали именно таким образом. То есть не входило бизнес-сообщество в конфликт с президентом. Однако к 31-му году ситуация стала настолько серьезная, что количество безработных увеличилось уже до 8 миллионов, а потом до 12-30-м году. 12 миллионов безработных – это четверть всех занятых. То есть всего трудоспособного населения. То есть каждый четвертый не имел работы. Более того, значит, 80% занятых были, только, вернее так, только 10% занятых были заняты на полный рабочий день и полную рабочую неделю. У 10% занятых было либо полный рабочий день, либо полная рабочая неделя. У 80% не было ни того, ни другого. То есть даже большая часть работающих еще были неполноценно работающими. То есть и 12 миллионов безработных, с одной стороны, создавали огромную конкуренцию на рынке труда, то есть можно было нанять за копейки людей. Но с другой стороны, спрос на большую часть продукции упал у нас настолько, что было невыгодно производить. Взгляд советской историографии на Великую депрессию как кризис перепроизводства, тем не менее, имеет под собой очень мало оснований. Потому что проблемы были комплексные. Понятно, что отчасти это было постоянное наращивание объемов производства, но они еще, благодаря тому, что нижний класс, в принципе, мог подтянуться и начинать потреблять так же, теоретически, были очень перспективными. Тем не менее, этого не произошло. И уровень потребления снизился, а обеднение еще и среднего класса еще и уменьшило объем производства. Значит, очень показательный объем инвестиций, это вообще катастрофически. В 1928 год 16 миллиардов долларов, в 1932 в 20 раз ниже, то есть меньше миллиарда долларов. То есть такого уровня не было, даже в середине 19 века такого уровня не было в ценах того времени. То есть просто перестали вкладывать в любую промышленность, любое производство, любой бизнес. В 20 раз снижение объемов инвестиций, это настоящая катастрофа. Вот там вот справа падение производства, это 1929-1933 год. Значит, и там, и там. Строительные образы, минус 72 процента, угольная, минус 42 процента, стоилетейная, минус 80 процента. Доход сельскохозяйственных производителей, минус 60 процентов. Что такое минус 60 процентов для фермера, у которого прибыльность 15 процентов? То есть это значит, он мог покрыть под продажей своих продуктов только две трети своих годовых потребностей. При этом большая часть фермеров на конец 20-х годов еще не имеет техники. То есть, да, в Америке там миллионы автомобилей у фермеров, в Америке несколько миллионов комбайнов у фермеров, но у фермеров десятки миллионов. Вот, и поэтому, ну не десятки миллионов, а немного, значит, больше десяти миллионов точно. То есть вот эта вот проблема очень серьезная. То есть фермеры разоряются, особенно мелкие, в огромных количествах тоже выплескиваются в полгорода и увеличивают количество безработок. И падение акций предприятия за время великой депрессии. Минает стоит стил на 90 процентов. То есть, грубо говоря, 90 процентов своего капитала владельцы корпораций потеряют. Значит, какие взгляды на причины великой депрессии в разных школах? Значит, кратко, конечно, потому что все гораздо серьезнее. Более-поле, конечно, будут прощать. Вот, тем более, что я сам не экономист. Значит, слева это фотографии Рузвельта Франкленда Делана, человека, который программу нового курса реализовал, то есть выход из депрессии. А под ним Кейнс, то есть основатель кейнсианства. Справа это Герберт Бувер и Милтон Кридман, то есть одни из главных монетаристов. А внизу это Фридрих Кунн Хайк, то есть это классический либерализм. В то время их считали, но смешедшими. А потом, написанную в 1941 году по результатам Великой депрессии и всех фашистских и социалистических экспериментов, причем Хайк считал всех фашистов социалистами, ему было не важно, что они кого-то там убивают, а ему было важно, что они издевательны экономикой. То есть эту книгу потом в конце 70-х годов стали воспринимать как одно из главных руководств к конкретному действию. То есть взгляды очень разные. А беру посередине самая знаменитая фотография во время Великой депрессии. Это женщина, которая только что узнала, что она потеряла работу, ну, к примеру, из Калифорнии. Причем она индийского происхождения. Значит, какое главное противоречие между разными взглядами на причины Великой депрессии? Значит, есть школа, которая в основном ставит теорию спроса, другая — теорию предложения. То есть взгляды к кинесианствам в основном заключаются в том, что главная причина была в том, что был недостаточен спрос. То есть в экономике было слишком мало денег и слишком маленькая была группа потенциальных потребителей. То есть большая часть населения имели отношение к нижнему классу, у которого не было накоплений, существование которого было очень ненадежно. И в случае каких-либо потрясений вроде биржевого краха и сокращения персонала очень негативно сказывалось на массовом потреблении. Тем более, что оно как таково не сложилось. А для среднего класса любая встряска провоцировала снижение потребления, которое, по сути, его приравнивало к нижнему классу. Лишало сбережений и уменьшало объем свободных денег. То есть отсутствие свободных денег, отсутствие подкрепленного деньгами спроса лишало возможности экономику. А большая часть экономики именно в 2020-е годы в Соединенных Штатах начала ориентироваться на массовый спрос. То есть до этого большая часть промышленной продукции была для потребления другой промышленности. То есть сейчас все-таки началась ориентация на массовый спрос. Особенно на вот этих сегментах, которые связаны с потреблением. То есть бытовая техника, самый яркий пример, наверное. Там еще фармацевтика, мебель, одежда, продукты питания и так далее. Значит, другая теория, теория предложения, говорит, что цикличность экономических спадов и подъемов для рыночной экономики характерна. Просто тогда наложилось несколько условий и правительство, администрация Гувера не нашла классических монетарных методов для того, чтобы перераспределить денежные потоки и дать возможность производителям переждать вот эту вот депрессию. Более того, регулируя вопросы спроса и предложения на рынке труда, оно усугубило их положение. И они не смогли волнами избавиться от лишних ртов и сохранить производство как таковое. Что привело к массовым банкротствам и невозможности по чисто финансовым причинам восстановить производство. То есть две таких теории. Ну а Фон Хайек вообще писал, что нет чистого взгляда на эту проблему по одной простой причине. В эпохе Великой Депрессии уже американское правительство исказило нормальную рыночную экономику государственного регулирования. В том числе, особенно регулированную рынку труда, все вот эти 8-часовые рабочие деньги и прочее. То есть уже были созданы точки напряжения, на которых ткань мироздания стала рваться. То есть уже не существовало чистого рынка и он уже был неверен. И поэтому любая причина имеет свое значение. А единственная возможность исправить это был полный возврат к социально-свободному рынку, который все отрегулирует. То есть вот такие взгляды. Значит, тем не менее администрация Бувера действительно ведет очень большую деятельность. Значит, по-прежнему остается министром финансов МЭБа. Значит, в 1931 году они создают национальную кредитную корпорацию, в которой государство отваливает полмиллиарда долларов. Но хочет, чтобы еще и крупные собственники вложили туда своих 12 миллиардов. И за счет денег этой корпорации они планируют кредитовать нуждающиеся в этом производстве. То есть, грубо говоря, таким образом напитать. Но к 1931 году репутация Бувера уже упала. И его просто не послушались. Государство деньги добавило, а крупные собственники нет. Эти деньги у них были. Это точно абсолютно. То есть у них-то как раз все свои накопления не были спущены. Они могли спокойно жить вот таким образом до бесконечности. Они не могли только развивать свой бизнес. Потому что не видели перспектив и не видели того рынка сбыта для своей продукции. Соответственно, и Бувера уже никто не слушал. Значит, и в 1932 году Бувер проводит еще одну очень сложную для себя вещь. Это он увеличивает налоги. Он был категорически противником этого. И что самое глупое сокращает госслужащих. Во-первых, сразу увеличивается количество безработных на рынке. А во-вторых, активно голосующие граждане, которые имели отношение скорее к среднему классу, по крайней мере, становятся крайне недовольны действующим президентом и не понимают, естественно, никаких разглагольствований в стиле чистого монетаризма. То есть они не понимают, о чем говорит президент Бувер. Хотя он, в общем, говорил чаще всего неплохие вещи. Значит, при этом у нас есть иллюзия, что правительство Бувера ничего не делало в целях прибыли занятости. Нет, это неправда. То есть они действительно создали много программ, связанных с занятостью безработных. Один из самых ярких примеров – это строительство плотины Бувера. Это плохо видно, к сожалению. Я их выбирал темную фотографию, думал, у них видно. Ну ладно. То есть это вот эта знаменитая плотина около Лас-Вегаса. То есть под Невадой огромное по масштабам гидротехническое сооружение. То есть это гидроэлектростанция, которые построили именно, начали строить именно при Бувере, именно силами безработных, мобилизованными для этого. То есть это была возможность занять несколько десятков тысяч человек. И таких проектов было, ну, несколько десятков. Но не больше. То есть более того, не смогли организовать массово это, потому что Бувер рассчитывал, что это будет опять государственно-частное партнерство, как у нас бы сейчас сказали. А получается, что это делало только государство. И один из ярких примеров Великой Депрессии, Empire State Building. Empire State Building, кто не знает, был достроен в 31-м году. И после этого его частями вводили в эксплуатацию. И к началу Второй мировой войны он был введен в эксплуатацию только на 35%. То есть, грубо говоря, он был никому не нужен. Это стоял огромный пустой небоскреб, в который никто не хотел снимать офисы. Полностью Empire State Building заполнился только в 1955-м году. То есть, вот такие были последствия Великой Депрессии для города Нью-Йорка, например. И он, кстати, был не единственный. Это как раз Пью. И, кстати, еще 20 лет после этого самых высоких небоскребов мы строили. Ни в Нью-Йорке, ни в Чикаго. Следующая эпоха, это уже эпоха Seer Towers или Всемирного торгового центра, который в 2001-м году самолеты разрушили и так далее. И вот, значит, в 32-м году происходят выборы очередные. Вот, демократическая партия выдвигает туда Франклина Долана Рузвельта, очень влиятельного сенатора штата Нью-Йорк, вот, небедного человека, ну, весьма образованного, умного. Вице-президента выдвигает Джона Нэнси Гартнера, это тоже очень яркая фигура. Вот, значит, это человек, который не из простых, но умел показать, что он из простых. То есть это был человек, который очень много переговоров между работниками-работодателями проводил, то есть он участвовал во всех этих капитражах, был очень хорошо принимать дело в их кругах и так далее, то есть пользовался очень большим авторитетом. Вот, и при этом мог нормально присутствовать в кубличном пространстве, положительно воспринимался простыми людьми и так далее. Вот, и, соответственно, республиканцы выдвинули Гувера. Гувер в тот момент был абсолютным лидером республиканской партии, его авторитет не подвлекался сомнениям, и Гувер, что тогда мог рационально мыслящим людям объяснить, что он, в общем-то, прав, он делает вот именно нужные, полезные в данный момент вещи. То, что они не получаются, это не его вина. То есть он после этого 31 год, он прожил после того, как перестал быть президентом, это только в 21 веке кто-то дольше смог. То есть весь 31 год он писал о том, что он делал, как он это делал, и к концу жизни, в принципе, убедим всем, что он действовал теми методами, которые в тот момент считались единственно верными. Просто, на самом деле, видимо, нужно было подняться над ситуацией, вот, с точки зрения теории. Выборы были феноменальны. Рузвельт набрал 57% голосов, то есть отрыв, в принципе, был стандартный для 20-х годов, 57-39, но он не взял только 6 штатов, из которых 4 это маленькие штаты Новой Англии, один крошечный Делавер и единственный крупный штат Пенсильвания. Только 36 голосов выборщиков, это Пенсильвания, из 59-ти. То есть в 9 раз, по количеству выборщиков, Рузвельт взял в 9 раз больше, чем Губер. Более того, демократы победили с отрывом почти трехкратным в Конгрессе. В Сенате тоже был разрыв очень серьезный. То есть Рузвельт пришел к 33-му году с абсолютно полноценным присутствием демократов в Белом доме и в обоих крыльях Капитолия. То есть, собственно, про то, что он с этим стал делать, мы поговорим в следующий раз. Все. Вопросы есть? Как это с нашей историей соответствует? Вы говорили, что она показательная. Да. Формирование общества потребления, кредитной системы. Потом, соответственно, проблемы расслоения социального. Вот у нас сейчас очень большой разрыв между богатыми и людьми. А эти показатели также у нас сейчас возвращаются? И, кстати, да. И падение очень похоже. Вот начало Великой депрессии, вот прямо вот тоже похоже. На самом деле, есть еще более похожие на проблемы вот недавнего времени, сейчас, на период американской истории, это 70-е годы. Я там тоже прямо остановлюсь, меня это так радует. Я когда вижу прямое совпадение, это так интересно. Ну, там по другим причинам. А здесь... И где у нас в России 20% среднего класса? У них там, вы говорите, 20% было, и это уже критично. А у нас и 20%, по-моему, нет. Нет, на самом деле, это довольно большой процент для того времени. А у нас-то нет. Смотрите, если до этого объемы производства и направленность экономики соответствовало этому, то к 20-м годам вся экономика была направлена именно на американское. Она была самая передовая в мире. Это 50% мирового промышленного производства. Она была направлена на массовое потребление. А его не было, потому что люди были бедные, потому что они не могли потреблять. А экономика была заточена именно на такое развитие. В других странах Европы экономика была не такая. Она еще не была направлена на массовое потребление. Она была направлена на производство угля для сталилитейной промышленности. Сталилитейная промышленность производила рельсы для железных дорог и оборудование для шахт. Вот они внутри этого и болтались. А в потребление уходила, ну, хорошо, если половина. А у них в 20-е годы до трех четвертей было на массовый сегмент. Вот сейчас, многие даже этого сейчас не понимают. Я вот удивляюсь, наши многие экономисты, так называемые, когда говорят про реиндустриализацию или еще какую-нибудь чушь, или эту суверенную экономику, или как это, это импортозамещение было. То есть, все вот эти бредовые идеи. То есть, получается, что интересно, посмотрите, какие корпорации в мире зарабатывают самые большие деньги. Что они производят? Они производят какую-нибудь ерунду, которую покупают все. Где Юбер, а где Самсунг? Потом вот Самсунг, Эпл. Причем они на чем берут основные деньги? Они берут на самом массовом сегменте смартфонов. Дальше получается, ну так и есть. То есть, все берут, какие деньги подняли на персональных компьютерах в 80-е, 90-е, вернее, уже в 90-е и 2000-е годы. Все, что с этим связано. На бытовой технике. Вот все, кто это производит. А где производители уникальной продукции, каких-нибудь ядерных реакторов? Это некоторые очень серьезные компании. Они действительно имеют хорошую капитализацию. Но сравнить их и сравнить те, кто производит продукцию для массового сегмента? Нет. То есть, и другое еще искажение. Настоящая промышленность, это тяжелая промышленность? Нет. Всегда основная промышленность, в другой нормальной стране мира, которая чувствует экономику, она воспринимает ту, которая направлена на массовое потребление. То есть, пищевая, легкая и так далее. В том-то и дело. А сейчас вот еще главное, что у нас-то сколько у нас людей занято в вторичном секторе, то есть в промышленности. А сколько там производства сотрудничного? Ну, ерунда. 70-80% всего ВВП формирует третичный сектор. Услуги, транспорт, связь, торговля. Торговля. На этом произойти просто. А сейчас тем более поставили конвейер, поставили несколько китайцев, которые будут с нему пыль смахивать, и он работает, работает, работает. А дальше будет еще хуже. Продать тяжело. Но это приводит к другим искажениям. Это приводит к тому, что начинают гигантские деньги вкладывать в дизайн, в продвижение, в борьбу с конкурентами. Но это следствие массовой культуры и развития общества потребления. Вот основа этого тоже в 20-е годы были заложены. То есть сам культ потребления сам по себе. И вот эти вот подходы... Вот я про Липтона же не случайно говорил. Ведь это же не только теория того, как СМИ манипулируют общество, например. И как общество воспринимает манипуляцию СМИ. Это же вопрос пиара. Это вопрос маркетинга. Это идеологическая основа будущих маркетинговых технологий, которые теперь будут базироваться не на каких-то абстракциях. Вернее, не на ситуативных каких-то находках. Я нарисовал самую лучшую вывеску на моем магазине, и ко мне уходит больше, чем к соседу. Нет. Вот сейчас вообще технологии идут в сторону того, что... Интересно, когда человек заходит в магазин, куда он бросает взгляд. Когда он заходит в интернет, на страницу каким образом, что он видит. Какая чистота, повторяемость и прочее, прочее. То есть персональная реклама. Зашел случайно по какому-то поисковому запросу, все. Потом тебе и будет именно эта реклама под тебя персонально настроена. Вот уже начинал на что. И вот это вот все начинает формироваться, закладываться в 20-е годы. И для этого есть идеологическая основа. Сравнение двух периодов. У них тогда и у нас сейчас. По-моему, 1 плюс. Причем чуть ли не главнейший. У них там изоляционизм, а у нас в геополитическом болоте завязано. Ну да. То есть они хотя бы во внешнюю политику не играли тогда. Но у них будут еще периоды, где они хорошо поразвлекались. У них тоже свои безумные времена были 60-70-е годы. Залив Качима. Да. И скорее война во Вьетнаме. В общем-то она многих на землю вернула. Так, давайте, наверное, заканчиваем, да? Да. У него больше времени, потому что... Ох, даже я прям думал раньше закончить. Так получилось. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.